Всем привет! Это результаты пятого дня на чемпионате мира по хоккею. Здесь уже образовалось две конкретные группы лидеров ёлки-палки. Начнём с шокирующей новости. Чехия впервые в истории проиграла Австрии 1-2. Австриец Шнайдер забросил победный буллет, а также отдал результативную передачу в основное время. Это поражение стало вторым для чехов подряд. Отмечу, что Австрия прервала 6-матчевую проигрышную серию. Италия уступила Дании и пропустила в общей сложности 13 шайб за 3 тура. Датчанин Бао заработал 2 очка в этой игре. Шайба плюс пас. На текущем турнире он отдал уже 4 передачи. Итальянцы проиграли в третьей игре подряд и, видимо, будут бороться за выживание в элите. Последний раз им удавалось побеждать в очной игре в 2012 году, 10 лет назад. Но обе сборные тогда заняли последние места в группе. Швеция после первого периода побеждала Великобританию со счётом 5-0. Итог игры 6-0. Асплунд из Баффало и Бенгстан Биогле забросили дважды. Несколько игроков отдали по 2 передачи. Замечу, что первая шайба была заброшена на 13-ой секунде. Сборные встретились второй раз в истории. Год назад шведы выиграли 4-1. С учётом еврохоккей-тура шведы одержали пятую победу подряд. Великобритания потерпела десятые поражения во всех турнирах. Один из лидеров группы А, Швейцария, обыграла последнюю команду таблицы Казахстан 3-2. Денис Смольгин из Тюриха отличился в третьем туре подряд. Сегодня была шайба в меньшинстве. Её автор Блекер из «Автомобилистов». Швейцарцы продлили победную серию до трёх матчей. Казахстан прыгала 6 последних игр, три из них на чемпионате мира. Краткий итог дня. Италия – Дания 1-2. Чехия – Австрия 1-2. Швейцария – Казахстан 3-2. Швеция – Британия 6-0. Кто сыграет завтра? Франция – Италия. Норвегия – Австрия. Начнут свои матчи днём, а Швейцария – Словакия и Финляндия – Швеция. Сразятся вечером. Смотрим лучших бомбардиров и ассистентов. Дюбуа из Канады и Асплант из Швеции забросили по 4 шайбы. Ряд игроков отметились по 3 раза. Червенко из Чехии отдал 6 передач по системе гол плюс пас. Роман имеет 7 очков, 1 шайба и 6 пасов. У ближайших преследователей по 5 очков. Таблица группы А. Канада и Швейцария набрали по 9 очков. Между собой они ещё не играли. Выше в таблице канадцы, поскольку имеют лучшую разницу шайб плюс 11. Кроме того, кленовые листья забросили больше всех шайб в 16. В первую четвёрку входят Дания, Германия, имеющие по 6 очков. Напомню, первые 4 сборные попадут в 1-4 финала. Словакия и Франция набрали по 3 очка. Италия и Казахстан с нулём. Команда Михайлеса пропустила больше всех шайб в 14. Таблица группы Б. Швеция и Финляндия оторвались на 4 очка. Выше шведы, так как имеют хорошую разницу шайб плюс 10. Команда лидер по заброшенным шайбам в 14. В следующем туре лидеры сыграют между собой. У США 5, у Чехии 4 очка. В трёх турах чехи потерпели 2 поражения. Австрия и Латвия имеют по 3 очка, у Норвегии 2. Великобритания на последнем месте пропустила больше всех шайб в 15. Ставьте лайк, если информация была полезной. Благодарю всех, у кого есть возможность нас поддерживать. Призываю смотреть у нас на дзене и других площадках. Услышимся завтра.